были силуэты ли они померещились жильцам дома на садовой неизвестно но точно что скоро у двери торг сильно появился черный кот и клетчатый гражданин костлявый швейцар преградил им путь сказал с котами нельзя тугоухость изобразил длинный и задребежал извиняюсь где вы видите кота швейцар удивленно выпучил глаза он но гражданин уже не было кота из-за плечи в магазин порывался толстяк был рваной кепки и с примусом в руках швейцару почему-то они не понравились только на валюту сказала скались не судите по костюму можете ошибиться перечтите калифа гарун аль-рашида толстяк встрял у меня полный примус валюты швейцар посторонился пропустил их внутрь прекрасный магазин короев объявил публика удивленно повернулся от витрин и сотни штук сицу мид кали шифоны но они направились в отдел гастрономный квадратный человек бритый до синевы наблюдал как снимают шкуру с лососины это отделение великолепно иностранец симпатичный обратился к продавщицы жарко сегодня почем мандарины 30 копеек кило ответила продавщица кушай бегемот подумав к спутнику обратился толстяка владел верхним мандарином со шкуры сожравши продавщицу обуял ужас скричала вы с ума сошли душенька милочка красавица не превалюте мы сегодня отдадим честоганам в понедельник мы здесь недалеко на садовый полосич полосич прокричала тоскливо кот в бочку селедкой лапу запустил проглотил парочку выплюнув хвосты павел иосифович уже спешил махнув даль скомандовал свести угол смоленского свист огласил бедный человек подчиняет примуса где ему взять валюту он изголодался истомлен голодом и жажды ему жарко вам что горемыки мандарины жалко свистят как соловьи весной в лесу тревожит отвлекает отдел милицию заступился спасибо верный друг воскликнул трагически произошло чудо старичок выхватил поднос шоколадками с размаху ударил плашмя иностранца тот белее повалился в катку сельдью овладел языком вследствие потрясения убивает милицию замелькали шлемы бензин на прилавках вспыхнуло пламя через минуту оказались дома на бульваре здесь целая бездна талантов вызревает как ананасы в оранжереях верно друзья оказались на террасе грибоедова сладкая жуть подкатывает к сердцу думаю что в этом доме поспевает будущий автор дон кихота фауста или мертвых душ хотя бы удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома непременно объединившего отдавших жизнь служению талии эмель помене добавлю к этому дорогой мой что здесь очень не дурной ресторан испытываю желание закусить и выпить кружку ледяного пива там и я тоже ответил бегемот негодяяя зашагали по дорожке под липами но бледная гражданка в белом беретике с хвостиком их остановила ваше удостоверение вы писатели безусловно прелесть моя сказали ей я не прелесть по как это жалко не требуется удостоверение писателю возьмите вы пять страниц достоевского у него и достоверения никакого не было вы не достоевский ну почем знать достоевский умер буду протестовать пропустите их софья павловна авторитет арчибальда арчибальдович ибо вещью серьезно ощутимой в ресторане ваши фамилии скобичевский панаев лучший столик официанты засуетились бегемот поставил рядом с ботинком примус филе чикам из рябчика могу угостить музыкально мурлыкал командир брига супруга билетриста петракова суховеева приревновала дескать нас задерживает послав петраковой обольстительную улыбку арчибальд дорогих гостей не покинул руках официантов сковорода заворчала только тогда он двух гостей оставил лично пригружу за филе чиками сказал и скрылся во внутреннем ходе ресторана странного в действиях арчибальда арчибальдовича не было вовсе феноменальное чутье подсказывала шефу ресторана что будет вскоре в это время на веранде появился хроникер боба кандалубский стремительно всунул губы в ухо петракова и зашептал подробности соблазнительные клянусь вам честью не берут пули 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 бензин пожар вот бы этих врунов разъяснить петракова загудела контральта на веранду стремительно вышли трое мужчин с револьверами в руках открыли стрельбу обстреливаем и растаяли в воздухе начался пожар